итак всем привет канал про моторы сегодня видео у нас будет про инструмент сейчас покажу что у меня лежит вот в этих коробочках в этих кейсах итак значит это у нас инструмент на тему динамометрического ключа это у нас динамометрический адаптер то есть грубо говоря насадка на вороток это место одевается на любой вороток можно заводской можно самодельный можно кованый можно в общем какое угодно и вот эта головка вот этот адаптер он выполняет функцию он выполняет роль динамометрического ключа то есть видео у нас имеет вот такой экранчик включаем и можно выставить определенное нужное нам усилие то есть данный ключ у нас идет от 200 ньютонов метров до 1000 ньютонов метров ну сейчас попозже подробнее все расскажу значит видим есть у меня два таких ключа этот побольше под квадрат на три четверти дюйма и как я уже показал рабочие усилия от 200 до 1000 ньютонов метров также есть насадка поменьше адаптер поменьше под квадрат 1 2 дюйма и у него рабочие усилия от 40 ньютонов метров до 200 ньютонов метров значит данные динамометрические адаптеры у меня фирмы кингтоне я стараюсь приобретать инструменты этой фирмы на мой взгляд самое лучшее самое качественное не реклама это просто мое личное мнение видим они у нас идут вот в таких вот боксах такой маленький кейс застежкой прочный пластик хорошая застежка также видим шарнир металлический шарнир там то есть надежного защищен для транспортировки для хранения и так далее приобретал этот инструмент в интернет-магазине озон принципе довольно часто покупаю значит что хочу сказать появились они у меня не так давно приобрел и буквально вот после нового года опыта использования данный инструмент у меня нет также не смотрел никакие обзоры по данному инструменту то есть хочу сейчас просто в двух словах рассказать какие-то свои первые впечатления какие-то свои мысли показать какие я думаю есть достоинства в эту инструмент какие есть недостатки и так далее значит вот этот диаметрический адаптер я покупал за 9800 рублей но он был по акции то есть на него была скидка 50 процентов не знаю насколько она актуальна насколько часто бывают эти скидки но я просто увидел что на него такая скидка и купил значит без скидки он стоил 21300 рублей я его приобрел за 9800 рублей и если допустим сравнивать вот есть у меня ключ динаметрический ключ фирмы кингтоне он у меня идет от 150 ньютонов метров до 800 ньютонов метров я приобретал данный ключ практически за 28000 рублей вот то есть видим да этот ключ у нас стоит 28 тысяч рублей до 800 ньютонов метров этот адаптер у нас стоит ну 10 тысяч рублей до 1000 ньютонов метров с разница практически в три раза этот адаптер дешевле в три раза это по адаптеру на три четверти адаптер на одну вторую дюйма я приобретал за 5200 рублей тоже он был по акции но если допустим сравнивать с динаметрическим ключом допустим фирмы кингтоне до тех же параметров до 200 ньютонов метров то ключ стоит в районе восьми с половиной тысяч рублей адаптер я взял за 5200 рублей тут видим тут уже принципе не такая большая разница можно сказать практически сопоставимы по цене если мы берем квадрат три четверти то тут разница в разы до практически в три раза начну мой взгляд это такое первое достоинство этих адаптеров эта цена значит дальше допустим мы берем вот такую трещотку под квадрат на три четверти дюйма устанавливаем сюда вот этот адаптер и в итоге мы имеем динаметрический также допустим мы берем вот такой вороток также устанавливаем сюда адаптер получаем динаметрический ключ мы можем взять вот такой вороток также устанавливаем адаптер берем допустим удлинитель трубу и получаем опять же динаметрический ключ значит в конце концов можем взять вот такой самодельный вороток сделанный в кузне одеть на него адаптер и тоже получить и динаметрический ключ то есть на мой взгляд это тоже такое достоинство что можно работать любым инструментом который есть под рукой который есть наличие и придерживаться при затяжке нужного момента то есть затягивать болты с нужным усилием вот это тоже на мой взгляд такой большой плюс данного инструмента значит что еще можно отнести к достоинству достоинство можно отнести габариты то есть вот таком виде я допустим куда-то убрал для транспортировки для хранения и так далее то есть видим какие размеры если допустим мы возьмем динаметрический ключ который у меня идет до 800 ньютона метров вот видим 150 800 метров и сравнимые габариты тут по моему все очевидно да или вот эта коробочка которую я могу там закрыть как под замок куда-то или в машину положить куда-то поехать на выезд и так далее или допустим вот этот ключ по габаритам раз 10 он больше вот этот ключ то есть это тоже можно отнести к достоинствам данные инструменты мы значит повесу этот адаптер где-то 250 грамм весит этот порядка пол килограмма но может грамм 600 вместе с кейсом этот ключ весит порядка 10 килограмм в районе 10 килограмм значит погрешность инструмента у этого ключа по характеристикам где-то 2-3 процента погрешность у этого ключа примерно 2 процента погрешность значит погрешность примерно одинаковая то есть точность инструмента у нас одинаковая значит какой еще у нас есть плюс допустим вот этой головки до динаметрического адаптера динаметрический ключ нам нужно хранить на нуле то есть что пружина была в разжатом состоянии вот если этот ключ у меня начинается 100 со 150 метров на что у меня и должен храниться на 150 ньютон-метров. Если мне нужно затянуть какой-то болт с усилием 300 ньютон-метров, то есть я каждый раз настраиваю, поработал, и мне обратно нужно вывести его на 0. Значит, данный ключ я включаю, и у него есть внутренняя память на 50 человек. То есть я могу вручную выставить нужное мне усилие по ньютон-метрам, допустим, 275 ньютон-метров, и внести это в память. То есть все, это у меня будет первая позиция, 275 ньютон-метров. То есть я могу по двигателю под себя настроить. Допустим, затяжка коренных болтов, затяжка шатунных болтов, другое усилие, затяжка там маховика, допустим, затяжка переднего балансира, затяжка голового блока цилиндров. То есть я могу на каждый болт выставить тут определенное усилие, внести память, и потом нажатием одной кнопки сразу уже у меня будет адаптер настроен под нужное мне усилие. Не сказать, что это прям такой критический момент, да, что тут долго настраивать и так далее, но все же я показываю, что есть вот такая функция. То есть у этого адаптера 50 ячеек памяти, у этого адаптера также 50 ячеек памяти. Вот, это что касается достоинства, озвучил свое личное мнение по поводу достоинства этого ключа. Значит, теперь о недостатках. На мой взгляд, недостатком является то, что данный ключ работает от батареек. Вот видим, у нас тут есть отсек под батарейки. Ну, не знаю, насколько это недостаток, но имеется в виду, что они там могут садиться, что их надо покупать, менять и так далее. Намного, думаю, удобнее было бы. Можно было бы подключить его и зарядить, допустим, как смартфон, как фонарик, как камеру и так далее. Это, думаю, такой первый недостаток. И второй недостаток, что видим, какие у него габариты, то есть не везде можно им подобраться к кому-то болту. Вот, значит, не везде есть пространство для использования такого большого, такого громоздкого приспособления, то есть он куда-то упирается и так далее. Значит, вот таким образом у нас одевается головка, вот сюда у нас одевается вороток. И бывает, что вот эти стенки, там, когда затягиваешь вот эти углы, они в что-то упираются. Значит, конечно, можно использовать удлинитель. Можно использовать удлинитель вот такого плана. Вот таким образом. Можно использовать удлинитель побольше. Можно использовать вот такой удлинитель. Но если кто работает, тот знает, что чем больше вот это колено, тем получается неудобнее тянуть. Значит, чем больше вот это колено, тем неудобнее тянуть. Когда затягиваешь, Он начинает с гайки соскакивать То есть, рычаг большой И он может сорваться, испортить грани на болту Испортить грани на головке и так далее То есть, вот это же, на мой взгляд, самый большой недостаток этого адаптера Его габариты И что не везде можно воспользоваться Не везде можно подлезть Пока на данный момент я вижу только два таких недостатка Первый, то что работает батареек Не знаю, насколько это недостаток Ну и вот, на мой взгляд, самый существенный недостаток что не везде и можно воспользоваться в каких-то моментах он упирается значит сейчас покажу его в действии так значит дальше мы попробуем этот адаптер в детстве то есть на примере вот этого болта это у нас болт крепления шестеренки привод компрессора мы попробуем затянуть этот болт при помощи вот этого адаптера значит это у нас будет выполнять роль подшипника но по сути то есть подшипника значит одеваем шестеренку и закручиваем болт значит момент затяжки этого болта 360 ньютона метров значит я его сейчас вот так от руки наживил сейчас зажмем в тиски вот на адаптере я установил 360 ньютона метров и адаптер у меня установлен на 360 метров зажимаем вал тиски пробуем да Продолжение следует... Продолжение следует... 300 отключился сам. И когда я достиг 360 ньютонов метров, он стал издавать непрерывный звуковой сигнал. Также есть световые индикаторы с нескольких сторон, с трех сторон. Мы также по ним можем контролировать усилия. Сначала он горел зеленым цветом, потом по мере приближения к заданному значению он стал моргать красным цветом. И когда я достиг 360 ньютонов метров, индикатор стал гореть непрерывно красным. Значит такой процесс использования данного адаптера, в принципе ничего сложного, все максимально просто. Дальше что я хочу еще сделать? Я хочу сравнить показания динамометрического ключа и показания динамометрического адаптера. Сейчас будем тянуть этот же самый болт и вот каким способом. Значит я беру динамометрический ключ, выставляю на нем 360 ньютонов метров. Беру адаптер, выставляю на нем тоже 360 ньютонов метров. И начинаю затягивать. Затягиваю ключом, пока у меня не сработает динамометрический ключ. То есть пока у меня не будет щелчка. После того, как у меня будет щелчок, я смотрю показания на динамометрическом адаптере и мы их сравним. То есть для себя, чтобы понять, есть какое-то расхождение между ключом и адаптером. Так значит берем ключ и выставляем на 360 ньютонов метров. То есть видим, вот это у нас 0 и вот совпадает с вот этой полоской. Это у нас 150 ньютонов метров. Это у нас будет 200, 250, 300, 350. Доходим до 350, 0 и вводим на 350. И потом доводим еще до 10. То есть получается 350 плюс 10, 360 ньютонов метров. Так, вот видим, 0 у нас дошел до 350, 355, 360. Все, динамометрический ключ у меня выставлен на 360 ньютонов метров. Дальше берем адаптер. Видим, тоже выставлен на 360 ньютонов метров. Дальше берем адаптера. Итак, значит, что мы видим? У нас был щелчок. Не знаю, насколько его четко было слышно на камеру, но был щелчок ключа. То есть ключ у нас сработал на 360 ньютонов метров. И видим, что адаптер, динамометрический адаптер у нас показывает 362 ньютона метра. То есть, в принципе, абсолютно совпадают показания, что меня очень радует. То есть они показывают абсолютно идентично, что динамометрический ключ, что динамометрический адаптер. Можно пользоваться хоть тем, хоть тем. Чем удобнее, чем хочется, ну или даже на что средств хватит и так далее. Так, ну и значит, видим адаптер. Я просто нажал кнопочку и положил в коробку. Все. Значит, с ключом мне нужно сейчас вывести его на ноль. Все. Видим, 150 ньютонов метров. Ноль. Так, значит, вот такой небольшой обзор на динамометрические адаптеры. Даже, наверное, не обзор, а какие-то просто свои мысли, свои кое-то мнения и так далее. Значит, это не реклама. Это я просто показываю, какой инструмент у меня появился. Ну и думаю, может, кому-то будет полезно, кому-то будет интересно. Может, кто-то себе приобретет и так далее. Пока я очень доволен этим инструментом. Пока я очень доволен, что у меня появился такой инструмент. Новый инструмент это всегда хорошо, тем более такой, такого уровня. Значит, уже как-то ощущаю себя в ногу со временем. А то мне там пишут, что у меня из инструмента молоток и монтажка сделана из арматуры. В принципе, в этом есть, конечно, доля правды. Потихоньку появляется у меня настоящий, качественный, хороший инструмент. Это очень радует. По мере использования, если будут какие-то нюансы, если будут какие-то моменты, то постараюсь озвучить каких-то из видео. Но пока я очень сильно доволен данным инструментом. Пока мне все нравится. Все, значит, вот такое небольшое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok